Привет, ребята! Это Мэтт Ковар и курс ControlPaint.com. В этот раз я создам демонстрационный рисунок. На примере этого натюрморта я покажу, как можно использовать пользовательские кисти. Обычно я стараюсь не использовать ускоренные видео, так как у меня складывается ощущение, что я кого-то обманываю. Так что знайте, эта запись была ускорена в 4-5 раз. Не думайте, что я так быстро рисую, ничего подобного. Но я хотел показать вам процесс создания натюрморта сначала и до конца. Так вы сможете в полной мере наблюдать за тем, как я использую пользовательские кисти. Первая половина работы над изображением это то, что я называю этап работы со слоями. Весь процесс это простое рисование. То есть я не пользуюсь полупрозрачными слоями, у меня обычные непрозрачные слои. Наверху у меня находится слой с контуром моего рисунка. Так что я могу не бояться, что краской закрою линии. И это отличный способ намечать будущий рисунок. Так как я могу работать на структуре, не беспокоюсь, что закрою контур, который я нарисовал ранее. Это очень хороший способ работать свободными и плавными движениями. Так как вы видите, что я работаю с широкими и динамичными мазками. И это не случайно. Когда мой контур на отдельном уровне, я могу работать уверенно, как например сейчас. Потому что я всегда знаю, что могу стереть и подправить нужный мне слой. В конце концов, для того и нужны временные слои. И кстати, вот эта розовая лессировка, которую я накладываю, это единственный момент, когда я пользуюсь лессировкой в этом рисунке. Все остальное, что вы видите, сделано на обычных слоях. Кроме того, я уменьшил параметр нажим, чтобы с моего пера не выходило слишком много краски. В целом, я работаю просто и без изысков. Итак, к этому моменту мой контур заполнен. Так что я объединю все мои слои в один, в том числе и контурный слой. И теперь мы переходим к однослойному этапу. Итак, я знаю, что рисунок уже готов. Все пропорции правильны, цвета более или менее на своем месте. Мне осталось лишь обработать мой рисунок. Поэтому теперь у меня нет нужды в контурах рисунка. То есть я продолжу пользоваться временными слоями. Я создаю новый слой, немного добавляю мазков и стираю лишнее. Но по своей сути, просто обрабатываю уже готовое изображение. Я в любой момент могу остановиться и сказать «Готово». Ну, конечно, это будет скетч, а не обработанный рисунок. Но этап обработки может продолжаться столько, сколько вы захотите. Чем больше времени я уделяю этап обработки, тем более законченным будет изображение в итоге. И этот этап мне очень нравится, так как я не чувствую стресса. Ведь я уже все подготовил. Мне осталось только навести лоск. Сейчас я рисую отблики света на апельсине. И для этого я использую несколько разных текстур. Поэтому очень полезно подготавливать и собирать в библиотеку текстур, которые вы сможете позже использовать для работы. И этот момент я тоже обговариваю в курсе Custom Brush Design. Купить его вы сможете в магазине на сайте. Кисть используется простая, но вот сама текстура придает изображению реалистичность. И мне нравится работать таким способом. Потому что я могу соединять преимущества различных инструментов. Я люблю пользоваться тремя основными кистями. В предыдущих видео я часто вам это говорил. Жесткую круглую кисть, мягкую круглую кисть и жесткую плоскую кисть. Они очень удобны и с их помощью можно легко накладывать ровные тона. Но если добавить немного текстурности, то ваши рисунки выглядят легче и свободнее. И на самом деле это очень интересно, как различные текстуры влияют на эти простые кисти. На следующем этапе мы поработаем над вот этой блестящей хромированной крышкой. Выглядит она немного странно, но вообще это просто крышка от большого термоса. У нее очень гладкая поверхность, на которой темные оттенки плавно переходят в светлые. У крышки изогнутая форма. Она сделана из отполированного хрома. И чтобы создать этот визуальный эффект, я работаю очень мягким распылителем с совсем небольшим добавлением текстуры. И я захожу за линией, так как для меня сейчас важнее изобразить переходы темных и светлых тонов. Но вот сейчас я поработаю над краями, чтобы сделать их острее. Я прорисовываю края, и у меня получается аккуратная металлическая крышка. Поэтому иногда можно выйти из-за границы предмета. Рисуйте плавно и мягко, а потом просто поработайте над сторонами и гранями предмета. Точно те же правила для верхушки. Я даже не приступал к работе над верхней частью, пока не закончил с остальным. И так просто легче управлять процессом работы, потому что довольно непросто нарисовать точные грани эллипса. И вот эта вертикальная полоса отражения. Это превосходная возможность показать, как работает кисть с реалистичным эффектом. Как видите, достаточно нескольких мазков, чтобы придать бликам на крышке привлекательный вид. Просто удивительно, как много информации о материале мы узнаем из того, как выглядят блики. Если вы еще немного больше поработаете с текстурами на светлых пятнах, зритель, глядя на эти блики, узнает кучу информации о материалах предметов. И это еще одно направление работы, в котором удобно работать при помощи пользовательских кистей. Даже если вы пользуетесь обычными кистями для работы с остальными элементами рисунка, стоит добавить немного дополнительных текстур этим бликам. И рисунок заиграет новыми красками. И так, я думаю, что натюрморт готов. Да? Можно корпеть над деталями до бесконечности. Но я думаю, что для демонстрационного рисунка этого будет вполне достаточно. Надеюсь, эти три занятия убедили вас в том, что пользовательские кисти – это инструмент, который стоит освоить. И так, не забывайте, что завтра начинаются продажи курса Custom Brush Design. Надеюсь, он вам понравится. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok